МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два автомобиля «Лада Гранта» новых прямо с завода пополнили автопарк клинической больницы номер 50. Машины приобрели в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Подробности далее. Новые сверкающие белизной «Лады», только-только сошедшие из конвейера, теперь будут развозить медиков к пациентам, возить анализы и лекарства больным. Автопарк больницы пополнили две машины отечественного производства. Приобрести их получилось на средства программы модернизации первичного звена здравоохранения. В результате удачно состоявшегося аукциона будет закуплен еще и третий автомобиль на эти средства. Автомобили в основном у нас будут предназначены для доставки наших сотрудников к пациентам на дом. Кроме того, эти автомобили будут использоваться для доставки лекарственных препаратов, биологических материалов. Новые машины – существенное подспорье для КБ номер 50. До их покупки автопарк больницы насчитывал девять автомобилей, не считая скорых. И в пандемию их не всегда хватало. Особенно обновление гаража актуально в преддверии осенне-зимнего подъема ОРВИ. К тому же ковид вновь поднимает голову. Медики не исключают новые волны, пик которой придется на сентябрь-октябрь. Тогда нагрузка опять, как и в прошлый подъем, ляжет на первичное звено поликлиники. Все случаи за последние две недели – это завозные случаи. Поэтому внутри у нас мы не проводим дифференциацию, какой вирус, какой штамм. Но потому что это все привозные случаи, скорее всего, это то же, что и в крупных городах нашей страны. Это и омикрон, и кентавр, новые штаммы. Впрочем, особо паниковать не стоит. Новый подвид достаточно легкий. Как рассказал Игорь Викторович, сейчас тяжелых пациентов нет. Максимум – это средняя степень тяжести. Таких больных госпитализируют, и медики уже знают, как их успешно лечить. Так что к новому подъему коронавирусной инфекции больница готова. «Инфекционное отделение как работало, так и работает. Койки продолжают функционировать. Мы готовы развернуться в госпиталь на столько, сколько нужно. Есть запас необходимых лекарственных препаратов. С кислородом проблем нет сейчас, и мы надеемся, что их не будет. Контракт заключен до конца года на поставку кислорода». От тяжелых последствий этого заболевания защищает вакцинация, напоминают медики. Сейчас до подъема самое время сделать прививку. Во всех поликлиниках есть в наличии спутник ВИИ и спутник ЛАЙТ. Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно на портале пациента на сайте КБ номер 50 и по телефону единой справочной службы 95511. Последний месяц лета редко бывает аномально жарким в центре европейской части России. Но в этом году все иначе. «Мы пересекли так называемый климатический экватор, но лето не собирается сдавать свои позиции. Наоборот, оно включило температурный форсаж», отметил главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он посоветовал готовиться к новым температурным рекордам. В ближайшие дни столбики термометров могут преодолеть 30-гратусную отметку. Самыми жаркими станут 5 и 6 августа. Температурный фон в Центральной России повысится до 27-32 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. Затем начнется постепенное понижение температуры воздуха, возвращение к норме. Напомним, в жару нужно быть особенно внимательным к своему состоянию, стараться не выходить на улицу с 11 до 15 часов, чаще пить воду и носить головные уборы. Кроме того, такая погода может привести к возникновению лесных пожаров. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, не ходить в лес и не разводить костры на дачных участках. Уборочная кампания началась в Нижегородской области. Все сельхозпроизводители региона приступили к уборке зерновых культур, пшеницы, ячменя, ржи и зернобобовых, гороха. Среднеурожайность по области составляет 28 центнеров с гектара, что на 6 центнеров больше, чем в прошлом году. Также началась уборка раннего картофеля, овощей, рапса, рыжика. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дивеевский монастырь оказался самой популярной достопримечательностью в Нижегородской области. Рейтинг российских достопримечательностей составили на основании анализа поисковых запросов. Дивеевский монастырь занял 25-ю строку в общероссийском рейтинге. Также в первую пятерку нижегородских достопримечательностей вошли Кремль, памятник Минную и Пожарскому, Чкаловская лестница и Макаревский монастырь. В центре Нижнего 700 отметили, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по числу достопримечательностей. Выставка дополнительного образования и досуга для детей впервые пройдет в Сарове. 27 августа в парке культуры и отдыха имени Зернова предприниматели, которые работают с юными саровчанами по самым разным направлениям и программам, расскажут о себе жителям города. Центр поддержки предпринимателей приглашает принять участие в выставке всех заинтересованных бизнесменов и самозанятых, а также руководителей магазинов канцтоваров и учебной литературы. Все вопросы по телефону плюс семь девятьсот десять сто тридцать пять тридцать три тридцать пять. Молодежный центр приглашает детей на краткосрочные летние программы по обучению плаванию. Занятия будут проходить с 15 по 26 августа. Программа «Брас как стиль плавания» рассчитана на ребят от семи до пятнадцати лет. На одной волне по изучению кроля на школьников от девяти до восемнадцати лет. Обучение за счет бюджета. Запись через навигатор дополнительного образования. Подробности по телефону 99-118. 5 августа в Сарове стартует ежегодная благотворительная акция «С миру по листочку». Ее цель – помочь собрать в школу детей из семей в трудной жизненной ситуации и многодетных. Как в этом году будет проходить акция и как к ней присоединиться, расскажем далее. Инициатором акции «С миру по листочку» была мать Анастасия в миру Ирина Романова. Ирина Владимировна много лет посвятила служению людям, помогала при Центре милосердия. Стояла у истоков создания волонтерского центра «Радость моя». Уже пять лет ее нет с нами, но дело ее продолжает жить. Если мы начинали с помощью только первоклассникам, то сейчас уже к нам присоединяются все новые и новые люди, помощники. И акция ширится, и мы уже помогаем ребятам всех возрастов. В эту акцию вывлечены многие городские структуры. Помимо мира в организации занятые управление социальной защитой вместе с теплым домом. И молодежный центр, и православный волонтерский центр. Об этой акции, наверное, знают все горожане. Основная наша задача, чтобы в каждый дом пришла радость, когда готовишь ребенка в школу. Чтобы это не было озабоченность, как его собрать, где найти средства. Нужно помочь родителям создать атмосферу праздника и радости. Конечно, самую активную часть благотворительной акции принимают неравнодушные горожане. На их пожертвования и закупают подарки, канцелярские принадлежности и портфели для тех детей, чьи семьи не могут сами собрать их в школу. В этом году помощь пойдет тем семьям, которые больше всего в ней нуждаются. Всего с «Миру по листочку-2022» охватит более 300 школьников. В этом году акцент на получение канцтоваров мы делаем именно, чтобы помочь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Если вы у нас еще до сих пор не состоите в управлении соузащиты на учете, у вас еще есть время подойти к нам. Мы обязательно выслушаем вашу ситуацию. Если вы считаете, что вы не можете сами детям собрать портфель, либо купить канцтовары, то мы, выслушавшись в вашу ситуацию, обязательно включим вас в список, и вы придете, получите на акции «С Миру по листочку». Эта акция – один из главных социальных проектов нашего города. Ее адресаты в основном семьи и дети, которые находятся под опекой специалистов «Теплого дома». «С Миру по листочку» – реальная и ощутимая помощь. Сотрудники «Теплого дома» тоже вносят посильный вклад в организацию акции, формируют списки, собирают пожертвования, как волонтеры. Семьи ждут эту акцию, сами заявляют, спрашивают о том, будет ли она в этом году. На протяжении многих лет мы помогаем детям школьной формы, то есть не только канцелярскими перенадлежностями в рамках этой акции. То есть это разная помощь. Собирать пожертвования волонтеры будут в крупных торговых центрах города три недели по пятницам и субботам. Начнут 5 августа. Заключительный день сбора – 20 августа. Кроме того, перевести деньги можно будет по QR-коду, который разместят в официальных саровских группах в соцсетях. А 28 августа подарки детям вручат в торжественной обстановке на празднике в Центре Милосердия. Это наше желание приучать детей жить в таком мире, где люди помогают друг другу. Поэтому принимайте активное участие, приходите в торговые центры, жертвуйте по QR-кодам, просто распространяйте информацию об этой акции. Это тоже будет помощью. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Историю о том, как человек мечтал обрести крылья, рассказали своим читателям сотрудники библиотеки имени Пушкина. В рамках проекта «Библионии» там прошел познавательный практикум. На нем побывала и наша съемочная группа. С мечты начинаются многие гениальные открытия и изобретения. Мечта двигает жизнь людей вперед, вдохновляет на новые свершения. Научиться летать люди хотели во все времена. Но прежде чем появились самолеты и парашюты, человечество прошло долгий и тернистый путь к своей мечте. Историю об этом ребята узнали на познавательном практикуме, как человек мечтал обрести крылья в детской библиотеке имени Пушкина. Историческую ленту провели с древнего человека до современного. Изучили, о чем именно мечтал древний человек, какие мечты у него исполнились, о каких он так и не смог достичь. И с помощью чего эти мечтания могли исполниться. Дети попробовали себя в роли юных исследователей. Сначала по группам участники подготовили мини-проекты о том, с какими проблемами и открытиями сталкивался человек, чтобы подняться в воздух. А в актовом зале библиотеки группы представили свои открытия другим ребятам. Нам понравилось то, что мы изучали про полеты, и древние люди тоже мечтали. А тебе что понравилось? Мне понравилось за все. Увлекательной частью мероприятия стали опыты и эксперименты с воздухом. Ребята узнали, имеет ли воздух вес и какими свойствами он обладает. Также читатели вместе с библиотекарями смастерили бумажные самолетики. А некоторые дети делали и собственные воздушные модели. Мне понравилось то, что мы делали вот такие вот классные самолетики. И то, что нам рассказали, то, что древние люди могут мечтать. Мы делали опыты с воздухом. Мы там смотрели вес воздуха, изучали, смотрели, есть ли у него запах. Или можно его поместить во что-нибудь. Ярким завершением библиотечного познавательного практикума стал запуск самолетиков. Следующая встреча в рамках летнего проекта «Библионии» в библиотеке имени Пушкина традиционно пройдет в следующую среду в 14 часов. Мероприятие для детей старше 6 лет. Лето уже заканчивается. Перед многими родителями встает вопрос, в какую секцию отдать своего ребенка. Хоккей – командный вид спорта. Он учит работать сообща, закаляет характер, развивает у детей такие качества, как выносливость, упорство, ловкость и реакция. В этом году откроют набор в команды 2014 по 2017 год рождения. Подробности далее. Вместо коньков, кроссовки, а под ногами не лед, а резиновое покрытие. Саровские хоккеисты уже готовятся к предстоящему сезону. На лед юные спортсмены пока не встали. Сейчас они оттачивают свои навыки на земле. Быстроту, ловкость, координацию. График тренировок насыщенный. Ребята занимаются шесть дней в неделю. У нас бывают различные виды тренировок. Мы бегаем кроссы, бегаем фортлеги, городки делаем. Ходим в бассейн, на бокс тренировки тоже есть. Городок – это работа по станциям, где упражнения на каждые мышцы, ну, на разные. Есть на ноги, есть на руки, на спину. Там есть забегание в лестницу, отжимания. Работаем, ну, по определенному времени. По льду очень соскучились, признаются ребята. Уже в сентябре Ледовый дворец распахнет свои двери для новичков. С первого числа здесь стартует неделя открытых дверей, в которую родители смогут прийти в спортивную школу, посмотреть, как проходят занятия и записать своего ребенка. Михаил Румынин будет тренировать команду 2017 года рождения. Первые тренировки ознакомительные. Не обязательно иметь форму. Чем-то мы помогаем. Коньки на первое время, шлем. Соответственно, защита для локтей и коленных суставов – это можно защиту от роликов, от роликовых там коньков, кто катается на роликах. Соответственно, речь не идет пока ни о каких клюшках. Сначала надо научиться держаться на коньках. Предоставляем тренажеры специальные для начинающих, для обучения катанию. Хоккей полезен для ребенка. Катание на коньках отлично развивает чувство равновесия и контроль над всем телом, так как в погоне за шайбой человеку приходится постоянно менять направление и скорость движения. Кроме того, хоккей тренирует выносливость, поскольку темп игры очень высокий. Учит хоккей вниманию. Всем игрокам надо постоянно следить за перемещением очень небольшой и быстрой шайбы. Это игровой вид спорта. Ребенок учится жить и общаться, и работать в коллективе. Это очень важно в наше время. Потом ему легче будет адаптироваться в жизни, когда он пойдет в школу, потом в институт, устроится работать. Плюс воспитываем физические качества, которые очень немаловажны для развития организма человека. В этом сезоне на первенстве Приволжского федерального округа будут играть три саровские команды 2008, 2009 и 2010 годов рождения. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы можете найти информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова